Итак, добрый день! Сегодня мы с вами затронем интересный момент, то что касается дизайна интерьера. Чаще всего с ним сталкиваются именно дизайнеры, как ни странно, но я покажу, что этой функцией можно пользоваться не только дизайнером. Вы поймете логику самой программы и самого действия, которое я буду выполнять. И надеюсь, что все это будет вам приятно и полезно. К концу я покажу, как оставить только одну рабочую функцию, поэтому не забывайте досматривать видео до конца. Если вам нравятся мои видео уроки, не забывайте подписываться. Это очень греет душу. Можно сделать это прямо сейчас, чтобы не забыть, если найдете контент, лучше всегда можно отписаться. Всем спасибо! Итак, предыстория небольшая. Чаще всего, как я уже затрагивал, что с этим сталкиваются дизайнеры, о чем я хотел сказать. Предположим, после выполнения задания, вам приходит ответ от заказчика о том, что предложите несколько вариантов либо планировок, либо несколько вариантов дизайна, несколько вариантов тех же самых установленных семейств, пуфиков, столов, стульев, да всего чего угодно на самом деле, чтобы можно было рассмотреть все возможные варианты, либо как считаете именно вы. И если в первом видео, которое советую посмотреть, то что касается дизайна интерьера, там где мы с вами расставляли, делали отдельно стадии, чтобы у нас планы этажей основного каркаса был отделен от плана той же самой мебелировки, отдельно трехмерный вид для мебелировки и так далее, чтобы они все были различны, ссылка будет в описании и сверху. Так вот, как можно поступить другим методом, а то отдельно каждую стадию создавать для каждого отдельного стола стула, это будет немножко мудрно. Так вот, эта функция всегда у вас располагалась на виду, и как ей пользоваться, сейчас объясню. Она была либо в нижней части нашего экрана, касаемо отображения главной модели, а также она у нас находится во вкладке «Управление варианты конструкции». Многие испугались, что в вкладке «Управление опять в стадии» будет нет варианта конструкции. Здесь есть возможность выбора главной модели, по умолчанию она активна. Так вот, активируя данную функцию, либо внизу у нас есть такая табличное значение «Варианты конструкции», либо во вкладке «Управление», они абсолютно равнозначны между собой, выбираете тот метод, который вам будет удобен. Мы с вами попадаем в панель вариантов наших конструкций для отображения в одном пространстве модели. По факту, что я могу здесь сделать? Могу сделать варианты конструкции, как расстановки стен, несущих, перегородок, расстановки основных механизмов, окон, дверей, расстановки основных элементов мебели для каждого помещения в отдельности, можно поставить отдельное помещение, предположим, прихожие, отдельное помещение, ванны и так далее. И все настроить для отображения в нескольких вариациях. Вроде бы ничего не понятно, но очень интересно. Давайте разберемся. У нас есть только одна возможная функция «Создать новый набор». Создаю новый набор. По умолчанию любой из наборов будет иметь обозначение «Набор вариантов 1» и «Вариант 1», который программа сразу же воспринимает как основной. Я буду делать отдельно мебелировку. Можно было и не мебелировку делать, а стены. Но я покажу на примере мебели. Логика понятна. И создам отдельно под категорию. Так вот. Я выберу таким образом, чтобы у меня отдельно было основной элемент конструкции вариантов для прихожей, отдельно для ванной. Поговорим, как между ними переключаться, что от чего зависит. А под конец видео покажу, как оставить вообще только одну модель, чтобы все остальные варианты у вас исчезли. Просто удаление не подойдет. Кто увидел уже клавишу «Удалить», она не сработает. Вы удалите все, что у вас было добавлено. Так вот. Я для начала что сделаю? Набор вариантов. Подсвечу его «Набор вариантов 1», нажму «Переименовать». Переименую его «Прихожая». «Прихожая». Окей. И здесь у меня будет вариант «Прихожая 1». Либо я могу создать не набор вариантов, а уже сам вариант. Не путайте наборы вариантов и вариант. Покажу, в чем разница. Набор вариантов у вас добавится еще один набор, возможно, для другого помещения. А вариант вы добавляете еще один подпункт к тому набору, который был изначально создан. Так вот. Я к прихожей добавлю еще один вариант. И у меня будет. Но так как я уже добавил набор вариантов 1, и у меня есть «Прихожая», я переименую его. «Переименовать», «Ванная», «Ванная» и «Прихожая». Вариант 1 «Переименовать». Я его переименую в «Плохой декор», и вариант 2 будет «Пускай будет хороший декор». То же самое у «Прихожей». То же самое у «Прихожей». «Плохой хороший декор». Причем вы можете увидеть то, что у меня у первого созданного варианта есть еще подзаголовок «Основной». Как переключаться между ними, я сейчас буду еще показывать и рассказывать. Никуда не торопитесь. По факту мы с вами создали отдельные наборы, которые будем регулировать, когда они будут активны, когда они будут неактивны. Нажимаю функцию «Закрыть». Что я сделаю? Перейду на план этажа. Мог это сделать и в трехмерном виде, но перейду на план этажа. Так как я занимаюсь мебелировкой моей прихожей для начала, я выделяю элементы, те, что относятся к моей прихожей. Либо я мог вообще выделить все и через фильтр находить. Но так как у нас несколько помещений, поэтому удобнее будет зажатый левый клавишей мыши. Выделяю все элементы. И пол еще выделю, так как я пол создавал в видео. Вы могли это увидеть. И что я сделаю? Через фильтр уберу галочку со стен. Разделитель о помещении. Мне он не нужен. Вот у меня все элементы для моей мебели. Ну, прихожей. И как вообще перегоняются они в отдельные рабочие наборы? Как они создаются? Ну, как создаются мы уже разобрались. Как перегонять? На самом деле, перейти во вкладку «Управление». И у нас есть возможность добавления в наборы. Либо внизу, чтобы никуда не ходить, рядом с отображением теперь уже главной модели, есть иконка «Добавить в набор». Нажимаю ее. У нас программа спросит, во-первых, не забывайте то, что есть элементы, отдельные варианты, которые были созданы. Отдельно для ванной, отдельно для прихожей. Так как я сработаю с прихожей, я через выпадающую менюшку выбираю «Прихожая». И теперь, что мы здесь увидим? У нас есть две возможные галочки. «Оставить для хорошего» и «Плохого декора». Когда нужно их оставлять, когда нужно их менять? На самом деле, вы можете, поймите логику, оставить галочку только в варианте плохого декора, который был изначально, и, по сути дела, идти дальше, создавать хорошие, удаляя ненужные элементы и так далее. Либо можно поступить каким образом? Оставить эту галочку в обоих случаях. Тогда вы можете видеть, где располагались предыдущие элементы, и уже редактировать их в тот набор, который вы захотите. На самом деле, удобнее их оставить в обоих наборах, в зависимости от габаритов, на самом деле, помещения. И уже дальше менять. Сейчас поймете, к чему мы с вами идем. Нажимаю ОК. С ванной проделаем то же самое. Выделяем через фильтр. Можем убрать то, что мы с вами знаем, что окна нам не нужны, выступающие профили этого окна не нужны, стены. Пол у нас остается. Он выполнен через функцию перекрытия. Проверяю, что все основные элементы у меня выделились. Вроде бы когда, но еще обобщенная моделька вот эта не выделилась. С зажатой клавишей Ctrl выделяю. И также нажимаю функцию Добавить в набор и кидаю в ванную, получается, уже в оба этих случая. В первом случае я кинул в прихожую, во втором случае в ванную. ОК. Выделенное перекрытие перекрывается. Это у меня накладывается пол. Что я теперь сделаю? Смотрю, теперь у меня есть плохой вариант. То, что касается ванной и то, что касается прихожей моей. Предположим, как производятся все необходимые изменения. Но на самом деле самое простое. Через вкладку управления я могу выбирать, в чем я работаю. Предположим, я теперь уже буду в ванной делать. Хороший декор в ванной. Выпадающая менюшка его сделала активным. Хороший декор. Либо внизу в панели быстрых команд. Я могу выбрать. Также в сером подсвечивается, какая у меня модель работает. И дальше уже смотрим хороший и плохой декор. Либо ваше название, которое может там присутствовать. Предполагаю я, что в моей ванной я не хочу, чтобы была у меня душевая кабинка. Я ее здесь удаляю. Вообще. Совсем. На трехмерный вид посмотрю. На трехмерном виде она тоже у меня исчезла. Либо я хочу покрасить, предположим, пол поменять. Другой оттенок сделать. Давайте я его покрашу. Пускай у меня будет какой-то синий сплошной. Без разницы. Чтобы просто на примере вы понимали. На самом деле выглядит еще как убого. Но. Что я могу сделать теперь? Я могу выбирать вариативность использовать своего проекта. И предоставлять дальнейшем заказчику тот вариант, который мне необходим. С прихожей можно проделать все аналогичным методом. Я перехожу в рабочий набор прихожая. Хороший декор. И предположим, мне здесь не нужна стенка. Я причем сразу же в трехмерном виде делаю. А у меня здесь пускай станет такая же тахта. Софа. Либо я не хочу эту страшную картину использовать в своем проекте. И опять же. Я могу менять вариации. Красить стены могу. Красить потолки. Менять полностью. Если вы хотите не декором заниматься, а именно каркасом. Можно сделать отдельный набор. Перегородку поставить в другом месте. И так далее. Так. Окей. С этим мы с вами разобрались. Мы можем теперь выбирать тот набор, который нам необходим. А как же теперь выбрать, какой из наборов у нас останется основным. Чтобы после открытия и закрытия нашего файла у нас по умолчанию открывался тот набор, который необходим. Для того, чтобы завершить расстановку, мы сначала с вами переходим в главную модель. Для этого я внизу выбираю главную модель. Либо во вкладке управления выбираю главную модель. Если вы обратили внимание, главная модель у нас сместилась к тому декору, который был ранее. А как поменять значение главной модели? Для этого я захожу в варианты конструкции. Выбираю необходимый мне декор. Главное, если вы работаете в каком-либо наборе, все еще остаетесь в наборе. В вариантах конструкции нету невозможности изменения, добавления нового, пока вы не нажмете галочку закончить изменения. Заканчиваем изменения. И теперь хороший декор здесь сделать основным. Хороший декор здесь сделать основным. Теперь он будет являться главным нашей модели. И теперь обратите внимание, главная модель будет являться хорошим декором в обоих случаях. А как мне убрать лишние наборы? Потому что если я сейчас здесь нажму удалить, у меня в итоге удалятся все мои основные элементы. И все изменения, которые были внесены, по факту ни к чему хорошему не приведут. Так вот. Как правильнее пользоваться удалением лишних наборов в вариантах наших конструкций? Я подсвечу на заголовок варианта набора, так как он уже был признан основным. И я нажимаю функцию принять основной. Программа говорит о том, что у нас лишние наборы удалятся и лишние элементы из набора удалятся. Но я это помню. И у прихожей проделаю то же самое. В итоге у нас осталась одна главная модель без каких-либо вариантов. То есть изначально я поработал, предложил какие-либо варианты для работы. И остановился на каком-то одном. Остановился, удалил все, что не нужно. Проект разгружается. Он у вас уберет лишние варианты наборов. То есть проект там будет весить меньше. Но опять же, как я уже говорил, данное видео скорее всего будет более полезно для дизайнеров. И оно подойдет скорее всего в линейку продолжения дизайна интерьера. Но достаточно полезная функция. И советую ей пользоваться не только для дизайна, а и по расстановке основных конструктивных элементов. Если вам нравятся мои видео уроки, не забывайте подписываться. Скоро будут новые видео и продолжения дизайна интерьера в Ревити. Поэтому для тех, кто не посмотрел прошлое видео, советую это сделать. В описании ссылка есть на дизайн интерьера в Ревити. Все. Всем спасибо и всего доброго.